Профессия медицинского работника – одна из самых необходимых и важных для всех людей. И те, кто работает в здравоохранении, отличаются душевной щедростью, чуткостью и отзывчивостью. Эти качества характерны и для специалистов, работающих в Славянском районе. Более двух тысяч человек работают в Славянском здравоохранении. Врачи, медицинские сёстры, фельдшеры, санитарки и все те, кто обеспечивает работу отрасли, делают это добросовестно и самоотверженно. И ветераны, и опытные сотрудники, и молодые специалисты стараются внести свой достойный вклад в общее дело. Очень горжусь этой профессией. Выбрала я её осознанно, готовилась к ней. Считаю, что это одна из благородных профессий, которая стоит ещё с древности наравне с преподаванием. Огромный профессионализм в нашей Славянской ЦРБ, а также со своими коллегами, которыми я работаю буквально 24 на 7. Мы постоянно на созвоне, постоянно в работе. Когда пациент входит в кабинет после назначенного лечения нами, мы слышим те слова благодарности, когда пациент произносит «Доктор, мне наконец-то захотелось жить». Это самое главное, что можно услышать в своей профессии, то, что твой труд оказался действительно полезен для какого-то человека. Посвятить всю жизнь людям с этой миссией живёт каждый медицинский работник. В медицину приходят по призванию. И профессия открывает свои секреты тем, кто очень хочет добиться в ней развития. Труд очень такой занимательный, конечно, и тяжёлый, потому что много времени уходит на это всё. Тяжёлые дежурства бывают, тяжёлые операции. Но ничего, в свои 29 лет, я считаю, уже на ступень вырос. Руки уже начали по-другому работать, не так, как в самом начале. Хочу сказать, что больница у нас одна из самых в крае. Очень такая, можно сказать, хорошая в смысле самого персонала, докторов, оборудования. Сейчас у нас сменилось руководство, именно главврач новый. Надеюсь, что будет ещё лучше. Старшая медсестра урологического отделения Ольга Бабичева работает на этой должности уже около 20 лет и считает, что сделала самый правильный выбор профессии. Я думаю, что человек, который однажды пришёл в медицину, в ней уже останется навсегда. Медицина – это не только работа, но я думаю, что это и призвание. Поэтому для медицинского работника должны быть характерны такие качества, как сострадание, стрессоустойчивость, а также умение работать в команде. Наша профессия самая прекрасная в мире, потому что наш опыт, знания и умения дарят людям здоровье и жизнь. Нет на свете профессии более ответственной и благородной, чем профессия медицинского работника. Именно от их профессионализма зависит сохранение здоровья, а не редко и самой жизни человека. Глава Славянского района Роман Синеговский тепло поздравил собравшихся с профессиональным праздником. Я всей души вас поздравляю. Хотел пожелать вам мирного неба над головой. Сегодня эта тема актуальна для всех. Чтобы вы тоже были живы и здоровы, чтобы вы были счастливы, чтобы пациенты, которых вы лечите, были благодарны, потому что это тоже работа с людьми. Жизнь все равно меняется к лучшему. Ремонтируются здания, строятся новые ФАПы. Понятно, что хочется, чтобы было и оборудование получше. Нам всегда что-то хочется. Это, наверное, нормально. И мы должны стремиться к тому, чтобы матерная техническая база тоже была лучше. Наши врачи и медицинские сестры каждый день стараются с душой выполнять свои обязанности. Многие из них завоевывают признание славянцев своим отношением к делу. Именно они приходят на помощь в трудный момент. Наша профессия очень важна. И в нее идут люди с особым типом характера. У нас нельзя по-другому. Мы отдаемся нашим пациентам без остатков. И очень приятно, что у нас существует такой профессиональный праздник, когда мы можем получить хоть кто-либо благодарности от наших пациентов. Потому что для каждого из нас самое главное – это видеть глаза здоровых пациентов. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. На сцену городского дома культуры приглашаются лучшие медицинские работники нашего района. Они были отмечены почетными грамотами Министерства здравоохранения Краснодарского края, благодарностями министра здравоохранения Кубани, главы Славянского района, постоянного комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения. По традиции в день медицинского работника объявляется имя «Легенды здравоохранения-2023». Этого звания был удостоен врач-герматовенеролог клинического кожно-венерологического диспансера Сергей Жестовский, который отработал в здравоохранении Кубани 47 лет. Из них 35 лет в Славянском районе. Во-первых, это было очень неожиданно, но приятно то, что тебя оценили, как-то не зря, столько лет отработал. Молодому врачу я бы пожелал просто любить больных и любить свою профессию. Ну, наверное, это самое главное. А оценку получать, ну, вот как я лично, ну, во-первых, смотришь, как пациенты к тебе относятся, насколько они благодарны, благодарны, ну, и, наверное, одно из главных, как ты сам собой доволен или нет своей работой. Лучшие творческие коллективы подготовили для собравшихся прекрасную концертную программу. Песня «Люди в белых халатах», воспевающая труд медицинских работников, стала достойным завершением торжественного мероприятия. Действительно, люди в белых халатах нашу жизнь охраняют от бед, и за это им еще раз стоит сказать слова искренней благодарности. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». - самое важное, всё. Субтитры создавал DimaTorzok